Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Мы делаем запись, которая называется «Жития святых во свете Библии». Посмотрите на Библию. Некоторые, может, и не видали ее. Открытым оком на все смотреть. Правильно ли было, что поступали так? Монахи уходили в пустыни? Мне задают вопрос. 1871. Почему вы говорите, что когда люди уходили от суеты и занимались богомыслием всю жизнь, угождая Богу, то это не по Евангелию? Ответ. В вашем вопросе нет ни одного слова евангельского с вашим небогомыслием. А так пусть кто-нибудь, когда на земле покажет мне, где такое Евангелие, где написано, что нужно шить со зверями, и там всю жизнь охать и плакать о грехах своих, добиваясь прощения их. Я совсем согласен буду, что написано в житиях при условии, что нет Библии на земле. Тогда можно верить. Но Библия и жития – это совершенно несовместимые по авторитету сказания. Нельзя же быть таким глупым, чтобы признавать за одинаковую ценность два взаимоисключающих руководства, притом имеющих одну и ту же цель. Но ведущие дороги проторены в разные стороны и нигде не пересекаются, и обе очень уж прямые к своей цели. Вы сами будьте чуточку критичнее к своим воззрениям. Не катитесь, как перекати поле, куда все туда и я. Когда-то же придется встать лицом к лицу со Христом, и тогда начнется наш диалог с Ним. И разговор будет только точно по Евангелию, не по житиям, не по канонам церковным. Иоанн 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих, и имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Оно! Не жития, никакие другие книги. Ангел имел в руках вечное Евангелие. А чужой опыт, не схожий с Библией, это угнетение духа и полнейшее разочарование, позор и стыд, и мука вечная. Если вы живой и хотите быть радостным во Христе, то считайте Библию и по ней поступайте. Иларион Великий. Житие, 21 октября. Цитата. Постанным Александрию для обучения наукам. Он не только вскоре овладел всей той ученостью, к которой стремились елины, но хорошо ознакомился и с духовной премудростью. Уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, он принял святое крещение и во время частой посещения храма внимал словам божественной службы. Навыкая добрым нравом и сердцем своим, горя любовью к Богу, он стал помышлять о том, как бы угодить ему. Ну, как угодить Богу? Исполнять заповеди. Любишь меня, Господи, соблюди мои заповеди. Ну, в заповедях Христа ясно все сказано. Десяти словия. Любовь к Богу, любовь к ближнему. А любовь к ближнему в чем выражается? Ну, помочь ему. Уверовать, в первую очередь. А к Богу как? Жить по заповедям. Ничуть не бывало. Все, что они считают Евангелие, говорят, все направлено к монастырю. Монастырь – это царство. И слушать Савву нужно как Бога, с большой буквы везде, как Бога. Явно дело, что тут уже не перекос, а тут прямо против Бога идут. Устахав о святом Антонии Великом, слава добродетели жизни которого в то время распространялась всюду, Иларион поспешил отправиться к святому и к нему исполнено усердного желания видеть его. То есть он не слышал ни одного проповедника, за кем и пойти и подражать. Подражать и поминай тем, кто проповедовал Слово Божие. Антоний, то что он там проповедовать мог? В пустыне. И этот Иларион постиг всю мудрость, а когда дело доходит, пошел в другую сторону. Что он постиг? Что под этими словами не разумеют? Не находя таким образом здесь полного уединения и безмолвия, Иларион не пожелал оставаться здесь, но решил отыскать такое место, где бы он мог пребывать наедине с Богом и вне всякого шума и суеты. До такой степени измождал свое тело, что от него остались только кости, покрытые кожей. Вот действительно, когда считаешь Максима Горького, Пешкова, два Бога, бабушкин Бог и дедушкин Бог, бабушка разговаривает с Богом, миленький, да дорогой мой Боженький, да ты не оставь, да вот дед так. А дед молился так, он потом понял, как говорит, старый иудей. Однажды Алешка, у него память-то была хорошая, когда дед, как он на молитву становился, как все высчитывал, и он говорит, деда, а на печке лежал и смотрел, деда, а ты сегодня молился и слово пропустил. Дед делал испуганные глаза и надбегался, как, где? И он начинал ему считать, и говорил вот тут, а тут забыл. Он на память все знал, как Ломоносов-то. Дед страшно расслаблялся, и Лешка знал, что обязательно в этот день он его накажет. Поймает на счет и будет пороть его. И каждый раз так. А дед видел, как бабка молится, жена его, которая любит его. Еретичка! Это еретичка, с Богом разговаривает открыто. Ну, в глазах православных все еретики, кто молится не так, как они. Симеон Юродиевый, 21 июля. Я показываю, что не по Евангелию. Старец имел обычай входить в домы богатых и играть, юродствую. Причем он неоднократно лобызал их рабынь перед всеми. Вот такие юродиевы были. Они матерятся, ходят матерятся, разденутся, хватают женщину, обнимают, такие недобрые движения делают. Это от Бога. Он юродствует. Случилось одной рабыне знаменитого гражданина согрешить с одним юношей. И защать от него. Когда же дознано было, что она беременна, и госпожа спрашивала, с кем она согрешила, не хотела рабыня объявить своего соблазнителя, но сказала, что чернец юродивый изнасиловал ее. Когда старец по обычаю пришел в тот дом, госпожа сказала ему, хорошо ли ты поступил, Симеон, что изнасиловал мою рабыню, которая даже беременна от тебя. Старец же посмеялся ей, не заботься теперь, не заботься, пока она не родит, и будет иметь маленького Симеона. С того дня начал старец звать ту рабыню своей женою и постоянно приходил к ней, приносяя чистого хлеба, мяса и рыбы, приговаривая, ешь, жена моя, ешь. Когда же пришло время родов, разболелась та женщина и три дня не могла родить и приблизилась к смерти. госпожа ее обратилась к святому Просееву, помолись старец Богу, потому что жена твоя не может родить. А он, играя, ударяя, в ладоши прибавил, клянусь Иисусом, клянусь Иисусом, не родится у нее ребенок, пока не признается, кто его отец. Слыша, эти мучащиеся родами открыла правду, что оболгала неповинного инок и назвала своего соблазнителя, с которым согрешила. Тогда родила ребенка и начали старца считать святым. А другие говорили, что он волхвой и действием сатаны, ибо юродив и бесноватый. Вопрос 1872. О святых известно, что они так любвеобильны были и никого пальцем никогда не трогали. А вот Николаич чудотворец ударила Ария Витика. Были ли еще такие случаи? Ну, про Ария говорят, что он его и Никола ударил по щеке. Другие говорят, брязнул ему в морду крепко, как Николай Валуев или там Именченко Федор его огрел. Но еще нравственность какая-то была. Святые отцы на соборе не посмотрели на его авторитет, он председателем был. Они его осудили и сняли. Но это потребуется в дальнейшем бить будут мечом. И тогда видение, Божья Матерь явилась и сказала, он за дело заступился, освободите его, а вы не правы. То есть Евангелие ни при чем, видение, а видение разное. Ответ. Считаешь, а мука, какие наносили друг другу епископы, в ужас приходишь. С таким садизмом казнили друг друга, отрезали уши, носы, глаза, выкалывали и казнили. 1 Тимофея 5.20 Согрешающих обличай перед всеми, чтобы прочие страх имели. Обличай, а не казни. Когда я говорю, вот таким отрезали уши, носы, епископы друг другу, мне говорят, что вы думаете? Они не знают жития святых. Я их знаю. Я их на пленку насчитал. На нашем сайте стоит, в аудио. А потом симфонию на них составил, на жития. А потом сопроводительные к этим житиям. Я их слушал и слушал. Да, такое. Венедикт 14 марта Что монахи вытворяли? По отпусти церковной службы преподобный отец ради спасения того брата, переменив свой мягкий нрав на грозный уже не словами только, но и жезлом, наказал ленивого брата и этим отогнал от него беса, который, как бы сам, принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку. И он с тех пор совершенно исправился. Ну еще бы. Борис 2 мая. В городе дорогобужи некая женщина-раба трудилась в доме госпожи своей по ее повелению в день Святого Николая, когда все шли в церковь его. Другие женщины, видя ее за работой, стали укорять и звали ее в церковь. А она же не послушала их и продолжала свое дело. И вдруг въехали во двор три мужа в белых ризах. Выглянув из дверей, она увидела их. Один из них был стар, по обеим же сторонам его двое юношей. И сказала ее юноше, «О, женщина, как ты посмела оскорбить отца нашего Николая, работая в его праздник и не едя в церковь?» Она же отвечала им, «Я убогая вдова, мне надо работать а не ходить в церковь». Тогда старый муж сказал юношам, «Что вы с ней говорите? Размечите ее дом». Они приступили и разметали дом до половины. Старый же муж, подойдя к женщине, взял ее за правую руку и выбросил ее из комнаты. И упала она замертво. Видя женщину распростертой, соседи взяли ее и отнесли в другой дом. Положили ее и сели около, желая послушать, что она скажет. Она же не могла двинуть ни глазами, ни устами, но лежала как мертвая и ничего сама не ела. Только раздвинув ей уста, вливали ей в рот ложкой молоко или воду. Так пребывала она до Великого Поста. В неделю вместо пусты взяли женщину и отвезли в церковь святого Николая. После молитвы, совершенной на ней, она несколько открыла глаза и, как бы пробудившись от сна, попросила есть. Смогла принять пищу и рассказала случившееся. Правая же рука у нее оказалась высохшая, и она ее не ощущала. И вот она уже не имела сил служить господам. Видя ее такой немощный, госпожа прогнала ее от себя, и отрок, который родился у нее на свободе, стал рабом. Кирилл Александрийский, 9 июня. Из-за Златоуста после его смерти происходили большие разногласия. В то время, как официальные представители Константинопольской Александрийской церкви не признавали его святым, в других церквах, например, в Римской, Антиохийской, он был вписан в диптихи, сопричислен к сону святых. И там были святые отцы, и там были. А если бы они не делали, к святым не причиняли, не причисляли никого, и разногласий бы не было. Но и в первых двух церквах было немало сторонников Златоуста, которые не разделяли воззрение своих официальных представителей и считали его святым. На этой почве происходили споры и несогласия. В Константинополе сторонники Иоанна, Златоуста, отделились даже от церкви и образовали раскол иоанитов. Раскол этот был здесь уничтожен только в 438 году. Это через 31 год. А как тогда канонизировать? Никак. Канонизировать никого не надо. Святой это определиться на суде Божьем. Не судите никак никого. А 4.15, 1-й користром говорит, доколе не придет Господь. Он еще не пришел. И тогда будет похвала каждому. Никак. То есть не проклинать, не его святые. Акаки Синайский, 29 ноября. Был один старец, очень ленивый и по характеру злой. Говорю, не осуждая его, но с целью показать терпение святого. И вот что расскажу вам. Тот старец имел молодого ученика по имени Акаки, простого нравом и целомудренного умом, который так много зла терпел от того старца, что многие даже, многим покажется это невероятным, оба старец не только укором и бесчестен насаждал ему, но и всякий день мучил его телесными истязаниями. Однако терпение его было не напрасно, потому что Акаки своей безропотной выносливостью и незлобным страданием снискал себе благодать Божию, и освобождающий его от вечного мучения. Вот такого найти садиста тебя будет мучить, терзать, прижигать, отрезать что-то, но это тебе для Бога и освобождает его от вечного мучения. Где это такое? Нашли. Нестор, 27 октября. Кавычки. И действительно, малый ростом Нестор оказался в своей храбрости сильнее великого Лия. Схватив его, как птицу, он сбросил великана с высокого помоста на острые копья, упав на них, как крепкий дуб, лезь позором извек свою окаянную душу, и таким образом погибла память его шумом, исчезла его гордая сила, и прекратилось суетное хвостовство Максимиана своим борцом. То есть, Нестор святой, но вот видите, какие были еще и дела. Ильян, Маркиан, 9 августа. Цитата. В Константинополе со времен Константина Великого существовали ворота, известные под названием Медных. Издавна над этими воротами находился образ Спасителя, тоже Медный. Этот образ нечестивый царь и патриарх приказали снять. Представили лестницу, по которой и начал подниматься один из воинов саном с Пафарией. Ну, может быть, майор. Это возмутило благочестивое чувство собравшейся у ворот громадной толпы народа. Некоторые из них из нее схватили лестницу и сбросили ее вместе с находившимся на ней воином на землю, предав последнего смерти. Это христиане это делают. Узнав о таком поступке народа, царь послал против православных, вооруженных, обнаженными мечами воинов, которые умертвили множество мужчин и женщин, старых и молодых, число их известно одному только Господу. Наиболее же знатные почитатели икон, находившиеся среди народной толпы, были взяты живыми. Имена их следующие Юлиан, Мартиан, Иоанн, Яков, Алексей, Дмитрий, Фока, Петр, Леонтий. После жестокого наказания палками они были вернуты в темницу, где находились в узах до 80 дней, терпя нещадные побои. Каждому из них рожедневно полагалось по 500 ударов. Когда были схвачены святые мученики, вместе с ними взята была и преподобная Феодосия, черновизица. Как обвиненная в том же преступлении, она вместе с другими участвовала в опрокидывании лестницы. Преподобная Феодосия прияла мученический венец ранее помянутых святых. Вот сейчас обвиняют там западную Украину, и они за западную и восточную. Но если заранее уже знают, что это власть, захватывают, жгут друг друга, но власти что-то должны меры принимать. И вот сейчас этот пастор, там, лжеверующий или верующий, и вот он дает приказания, и они штурмуют где-то. Ну, а как вы придете к власти, если ничего люди не понимают, захватывают здание администрации, что вы будете делать? Да еще покруче, как Ельцин, что делал? Да прямой наводкой по Белому Дому. Что делали? В Чечне не подчинялись-то. Там стреляет снайпер. Да основание, 9 этажей, сколько, все в прах и пух. У кого судить-то? Нужно только молиться-то. Я повторяю, я не за, не за Майдан, ни за чего. Я верующий, я должен молиться. Но тех-то не осуждайте. Они понимают так. Вот этого Сашка, музычка-то, Билий называет-то, застрелили, но специально уже. Да, он вел себя неправильно, на нем там 20 российских воинов в Чечне было убито. Но он дает интервью. Почему он такой? У меня три дяди. Их арестовали коммунисты. Они все погибли в ГУЛАГе. Со мной что говорит? Ну понимаете, это высеп, это плоды те, и он-то таким стят. И кровопролитие не будет конца. А что делать? Простить. Прощение это лучше лекарства. Сергий Радонежский, 25 сентября. Между тем на архипастерский престол вступил архимандрит Михаил. Он дерзнул облечься в святительскую одежду и возложить на себя белый клобук, прежде своего посвящения. Полагаю, что Сергий воспрепятствует его дерзновенному намерению и сам пожелает занять митрополию. Он начал строить козни против преподобного и его обители. Блаженный узнав о всем сказал своим ученикам, возносящийся над северю обителю и над нашей худостью Михаил не получит желаемую и даже не увидит царьграда, ибо он побежден гордостью. Пророчество святого сбылось. Когда Михаил плыл на корабле в царьград для посвящения в епископы, он заболел Кирилл Туровский 28 апреля. Он на основании священного писания обличил ересь феодорца, названного так в поругание, и предал его проклятию. Епископу Феодору отрезали язык, уши и казнили. Это прямо выдержку беру. Вот откуда я беру. Кирилл Туровский 28 апреля. Это православные, это не католики. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Изирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Канонизирует Иосифа Володского. А кто он такой? Ну, это православный Сталин или Берия. Вот он сидит с князем. И все время ему гундит и гундит под ухо еретиков этих, жидовствующих где ничего не доказано даже по сегодняшний день. Их надо казнить. Там этот косой который казнить. Он говорит, ну как казнить, ну еще может покаяться. И там другие говорят архимандриты. И он опять казнить. И наконец добивается, начинается русская инквизиция. Иосифа Володского канонизирует. Кого канонизирует? Ну маленько то по житию посмотрите, почитайте. Сколько на его совести душ? Вопрос 1873 Какие характерные черты у святых вам близки? В чем вы находите свое подобие им? Вот я считаю и думаю вот этот святой на меня похожий. А вот этот я ему подражать не хочу. Ответ Вот в чем характерные черты? И они мне близки. Я отвечаю в их ошибках. Даже радостно считать, что они такие же доверчивые, такие понятные. Меня столько раз обманывали. Я принимал людей в дом, они ели за моим столом, обратились на наших занятиях и потом слепились с поганой газетой МК на Алтае, московский комсомолец, с коммунистами и в суде душили меня как шариковского кота. Но особенно меня радуют те биографии жития, где святые прямо поступают по Евангелию, где обращение людей от проповеди их, где братство близких людей, где прямое обличение, пусть и священнослужители, как у Иеронима Стридонского. Мне это очень импонирует. Филиппийсам 3.17 Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 1 Филиппийсам 4.1 За 7 Братья просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Григорий Богослов 25 Был в Константинополе один греческий философ из школы циников по имени Максим, родом египтянин. Он отличался хитростью, лукавством, лицемерным и злобными намерениями. Явившись к святейшему пастырю Григорию Богослову, он отрекся от эллинского безбожия и после крещения вступил в лоно Святой Церкви. Однако он жил в суете мира и лицемерно прикрывался благоговением, точно овечьей одеждой, в душе оставаясь волком, что и незамедленно обнаружится. Святитель Божий Григорий, не подозревая его лукавства, обращение его из язычества в христианство считая его у себя как сожителя и друга, сделав своим сотропезником и затем и членом церковного клира. Рукоположил. Он же последовал примеру Иуды. Замыслил отступить от своего учителя и духовного отца и начал против него борьбу. Для исполнения своего замысла он нашел и помощника в лице одного пресс-фитера, не боявшегося Бога искусного, в коварных предприятиях. В союзе с ним Максим начал хитрые тайны, действовать с целью восхитить патриарший престол в Константинополе. Вот куда пошел самому стать патриархом. Этот неизвестный в Александрии человек принадлежал собственно худшему разряду искателей приключений из духовенства. Он представлял собой худую смесь суетного мирянина, лицемерного христианина и показного философа. По наружности он выставлял себя аскетом и носил плащ циников. Философы, которые выказывали полное презрение к земным благам и поставили целью возможного уменьшения телесных потребностей. Почему, впадая в крайности, носили ветхую одежду и отказывались от всех житейских удобств, хотя часто лицемерно? Ну, монахи, это как раз все это есть, это программа монашеская, но не циники. А мы-то нет. Большинство же, притом почетнейшие граждане, воспламенились гневом и порицали Максима резкими укоризнами и упреками. Они выражали неудовольствие самому святому Григорию Богослову за то, что он принял такого человека в сожители себе и удостоил его своей дружбы. Святой отвечал им, не гневайтесь на меня, мужи, за то, что я благодетельствовал этому человеку, не предвидя его злобы. Разве мы повинны в том, что не можем предвидеть чьей-либо злобы. Только одному Богу свойственно знать тайну внутренней жизни человека. Притом, не самим ли законом повелено нам отечеств с любовью отверзать свое лона всякому приходящему к нам? Ян 6, 37. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Для меня было важно уже и то, что Максим от Эллинского заблуждения пришел ко святому крещению и вместо служения Геркулесу стал служить святой Троице. Притом, он казался добродетельным, хотя и лицемерно. Но лицемерие его и злоба только теперь явно обнаружились. Иоанн Златоуста, там, север этот, которого поставил за себя, когда в командировку поехал, митрополита, он ему доверял, вернулся, он заперся, его не пускает, я теперь патриарх. Нам не дано исследовать такие дела. Мы не проникаем человеческие помышления, не знаем и будущего, разве только когда Бог откроет нам его. Мы смотрим только на лицо, а сердце видит Бог. Этими словами народ был успокоен и затем стал относиться еще с большей любовью к святому Григорию Богослову. Святой Григорий Богослов, видев происшедшие за него между епископами распри и ссоры, обратился ко всем им в соборе со словом. «Я, священный уважаемый пастырь, говорил он, не стремился получить власть над Константинопольской церковью, а если она возросла и прочно утвердилась моим потом и трудами, то для меня достаточно угодить этим Богу и от него ожидать себе воздаяния. Только любовь моего словесного стада и общий суд святителей принудили меня принять престол, ныне же я вижу неприязнь многих ко мне. знайте же, что я не ищу ни богатства, ни высокого положения и почестей, я не желаю носить звание Константинопольского патриарха и без огорчения оставляю епископство. Вы же совещайтесь между собой и делайте что вам угодно. Мне издавна приятна пустыня и лишающие нас престола не могут лишить нас Бога». Сказав это, он вышел и оставил патриарший дом. Они говорят, вы как гуси сидите, гогощите, встал и вышел. Вот узнавать человека, мне это не дано. Я видя, которые люди приходят в общину, занятия, две подруги, и вот проходит время, год-два, я видел, одна более ревностная, другая меньше. Ну, раз ревности, значит, как-то ее чаще поминаешь на молитве, она ушла, и ушла беспричинно, вообще, нормальная, хорошая сестра, а другая, которая такая тусклая была, та разгорается и разгорается. Но ту сестру как-то нашли, ее спросили, а почему ты ушла из нашей общины? Я такого ответа еще ни от кого не слышал. Она говорит, вот в общину к нам, она когда приходит, я прихожу как в рай, а у меня сын за убийство отсидел, вернулся домой, там дома такое, я как в ад опускаюсь, я дома как в аду живу, а вот когда я из этого состояния, из дома иду в московскую патриархию, у меня на душе легко, я из ада в ад перехожу, там как ад, все ходят и здесь, а здесь из рая в ад, из ада в рай, я не могу переносить, моя душа разрывается, и поэтому я решил в московскую патриархию ходить, у меня меньше переживаний, даже не придумаешь. У нас в деревне нужно было избрать старосту, когда было всего там еще четыре семейства, но у меня был там один знакомый из всех, кто был потеряевки, это один человек, которому дан дар слова, он мог говорить, и у нас близкие отношения с ним были, и я проголосовал за него, а сестра моя родная, она проголосовала за того, который такой, но никакой, то есть он хороший, все, но слова лишнего нигде не скажет, ну, избрали его, я на своем не настаиваю, я предложение только сделал, так вот, за кого я делал предложение, он сделался враг, лютый враг, ушел сначала к сектантам, потом еще куда-то поношение, стал нарушать уставы, как бы, попух на седьмой заповеди, нарушать брачную жизнь, то есть все самое тяжкое, демон, кажется, выселился в него, а тот все растет и растет, главный фермер, больше всех помогает, как говорит, ласковый теленок, двух маток, кстати, вот это наш дорогой Игорь Александрович Барабаш, который в Потеряевке сейчас старостой, жена у него, как зовут, школы, дети, вот эта, Машенька тут ходит в храм, вот как бывает, то есть мне не дано, я по-человечески рассудил, что вот, ну, этот более активный, а старост, он должен представлять нас, может, на краевом уровне, где-то в районных совещаниях, нас призывают, это единица, это село, а оказалось, ничего этого не будет, и при том, это не один раз у меня уже так было, я молюсь все, и по человеческому пристрастию, или как, хотя у меня пристрастия нет, но мне не дано, и я не удивляюсь, что не дано, не дано это златоусту, не дано апостолу Павлу, он этого не знал, и рядом, которые были, и Иоанн, богослов не знал, и Иотреб изгоняет всех, а что, Христос не знал, Иуда избрал, ошибся в нем, а то нам пример, Богу нашему слава, аминь.